Я думаю, что наша команда, особенно молодые парни, показывают характер сегодня, играть против Акбарса. Я думаю, что наша команда, особенно молодые парни, сегодня показали характер, особенно против такой команды, как Акбарса. Так что, конечно, когда вы потеряете, вы не можете быть счастливы, но сегодня было много хороших, и это действительно очень высокий турнир. И каждый игрок, уровень demand, это высокая. И я думаю, что у нас много молодых парней в нашей линии. И игра за игра, мы придем ближе и ближе, и мы играем как нужно играть. От игры к игре мы продолжим прибавлять, и будем стараться действовать так, как мы хотим. Особенно когда у нас в команде много молодых ребят, поэтому я в этом плане рад, как они действовали. Да, неприятно проигрывать, но на таком турнире, особенно где очень много крутых команд, но все-таки от игры к игре мы будем прогрессировать. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваш вопрос. Да, у меня есть вопрос. Томми сказал, что молодые игроки травили характер против такого сильного спиринга как Барса. Но спирили ли считать, что молодежь Акбарса сегодня переграла молодежь Салавата? У Хаванова победный бурит, у Кувардина 18 лет был гол. Такой вопрос. Не могу сказать, что молодые парни выигрывают, проигрывают. Могу сказать, что в общем выигрывают матчи команда. Поэтому не зависит от того, и молодые ребята, или взрослые. Забивший сегодня Северилий Кувардин, воспитательник Салавата. Он был частью обмена Александра Бурмистрова. Знал ли Томми на тот момент этого игрока? Стоитовался ли, может быть, с тренерским штабом, когда его отдавали из двух рук в Казань? Знал ли он когда... Когда он был в системе, да, Салавата. И, ну, опять же, может быть, он хотел бы твой игрока видеть по эту сторону? Да, я не знал этого. Первая часть. И вторая часть. Сегодня, после игры, когда я пришел из видео, я могу ответить. Потому что сегодня я очень фокусал только на... Что касается конкретно игры Кувардина, сложно мне оценить. Потому что если я посмотрю видео, уже могу оценить его игру. А что касается нахождения в системе, я не знаю, не помню. У нас есть много вопросов от журналистов в зуме. Маннин, в большинстве, это временная мера. Как оцените его действия при игре 4 на 5? Да, Манниннен, он игрок, который тоже может играть в ПК. И, когда мы приехали сюда, то, чтобы играть в разные места и в разные моменты. И это было то, что я хотел бы увидеть, как Маннин играет в ПК. И сегодня он играл несколько фейсов. Это была идея. Когда мы ехали на турнир, у нас были задачи проверить игроков на привычных позициях. В том числе и Маннин, который может играть в меньшинстве. Поэтому достаточно неплохо сегодня их сыграло. Я считаю. Согласен с тем, что Салавата не хватило физики. Было видно, что в середине третьего периода и в одной смене артайма было заметно, насколько больше двигается Казань. Не, не, не. Во-первых, нет. Мы сделали плохие решения с ПК. И мы получили моменты для противника. И сегодня у нас есть парни, кто играл первое время 3-on-3. И это был самый главный вопрос. Я считаю, что плохие решения с ПК, поэтому противника получили моменты. Ключевое, что мы принимали неправильное решение шайбы и давали шансы сопернику. Что касается игры в третьем овертайме, 3-on-3, то конкретно в этом случае ребята впервые оказались именно в такой тройке. Поэтому так получится. И третий период мы выиграли 1-0. Поэтому за это я очень рад. Почему легионерам не получался позиционный розыгрыш в большинстве Акбаса очень много выбрасывал шайбы? Акбаса – это очень хорошая команда. Они играют очень сильной фенеции. Но я думаю, что сегодня, в первые 20 минуты, мы играли много времени в офисе зоне. И третьем, мы только в том, что у нас были проблемы. Но иногда, когда оппонент имеет очень хорошую моменту, нужно играть смартно. И нужно играть вверх, чтобы играть вверх, чтобы играть вверх. Акбаса – это очень сильная защитная линия. Поэтому, да, они очень здорово перед воротами играют. Поэтому достаточно сложно в позиционной атаке пробиться. в этом, в принципе, и заключается. Но ключевое, как мы до этого играли, что в первом периоде, что с третьим, были моменты. вы готовы к давлению общественности перед началом сезона и за неудачное выступление на турнире в Казани? и за неудачное действие. И, я думаю, что наш goal – это где-то, чем победить этот турнир или победить одну игру. Поэтому, как я говорил, самое важное – что мы знаем, что мы делаем. И прессы – они могут дать свою собственную оппоненту. Прессы, может быть, свое мнение. Мы в раздевалке прекрасно понимаем, какие цели перед нами, чего мы хотим добиться. Поэтому мы знаем, что мы хотели получить на турнир, как мы движемся от игре к игре, чтобы прогрессировать. Плюс, не стоит забывать, что у нас были изменения в составе, много молодых ребят. То есть, есть основные игроки, некоторые отсутствуют. И тоже это вкладывает чат-чаток. Спасибо большое. Спасибо, Томи. Спасибо. Мы продолжаем общение. Григорий Павлин, капитан Салавата Релзаева. Пожалуйста, Григорий, краткий комментарий по игре. Всем добрый вечер. Краткий комментарий по игре. Что у нас был очень хороший старый период. Ой, второй. Извиняюсь, оговорился. Был очень хороший первый период. Забили два гола. Были еще моменты, чтобы увеличить свое преимущество. Потом во втором периоде допустили, так скажем, невынужденные ошибки. Пропустили два гола. В принципе, соперник нам показал, то, что нам нужно было делать в атаке во втором периоде, это больше бросать поворотом. Ребята там до низ бросили, лямки тоже бросил, забили, зашла она. Вот. Но после второго периода в раздевалке с ребятами пообщались и уже сократили количество вот этих невынужденных ошибок. То, что касается где-то в зоне атаки, там шайбы на входе в зону. Теряли шайбы. И в третьем удалось забить англоус, сравнять счеты. Ну и были моменты, конечно, чтобы выиграть эту игру. Спасибо, коллеги. Перед вопросом. Григорий, вот когда назначали Том Лямсу, когда меняли тренера, тогда и Роклост мотивировал тем, что нужен более такой системный и организованный хоккей. И вот некоторые и Салавата тоже об этом говорили, что вот Лямсу перенесет какую-то системность. На этом турнире Салават много разбивает и еще больше пропускает. Можешь сказать, что процесс перестройки он еще далеко не закончен, и что Салават в этом неисправим, что это вот ваша такая стихия? Я думаю, это касается любой системы. То, что нужно какое-то определенное время, чтобы и то, что тренера доносят до игроков свою систему, чтобы она прижилась, чтобы было выполнение игрового задания. Поэтому, да, какой-то, так скажем, переходный период в любом случае, я думаю, все наблюдают, и мы это чувствуем. Но, так скажем, от игры к игре, если брать первую игру на турнире, и уже сейчас с Акбарсом даже ту же самую игру, соска, которой мы играли, да, мы пропускаем много голов, но та картинка, которую нам рисует тренерский штаб, она уже как бы, я не знаю, если вам незаметно, то нам, как игрокам непосредственно, которые играют, уже, во-первых, понятно, и мы начинаем ее выполнять. Григорий, у нас есть вопрос от журналистов, которые подключились к конференции в Zoom. Есть разных клубов, отмечают, что правила стали жестче, и вести силовую борьбу стало еще сложнее. Вам удалось адаптироваться? Ну, у меня такой, вы прекрасно знаете, стиль силовой, порой даже за гранью, за гранью, точка. То, что касается изменения в правилах этого сезона, какие-то такие небольшие уточнения были, но то, что касается силовой борьбы, это все там удары в голову, они, в принципе, и остались, или какая-то там атака сзади, поэтому каких-то таких нововведений крупных не было. В чем причина трех поражений в трех играх на турнире? Да, она очень простая. Соперник больше забил и меньше пропустил. А так превосходство в классе нет проблем? Такой простой нет. Вы знаете, если сравнивать вот две последние игры, то, что касается Sky и Акбарса, превосходство в классе, я, лично мое мнение, то, что мы как бы переиграем, но допускаем свои определенные ошибки, тот же самый гол со Sky, когда мы в большинстве играли выход в 1-0. Но это как раз тот самый переломный момент, когда нужно забивать и выравнивать игру, переламывать. Так же с Акбарсом, выходя на второй период, имея преимущество, мы пропускаем несложные голы, и не так, чтобы соперник что-то там создавал, нас как-то разрывал или превосходил. Поэтому это дело время, дело выполнения системы заданий тренерского. Как оцените физическое состояние своей команды, отмечают журналисты, что овертайм ушел в пассивном состоянии, отрываем? Да, нет, я лично могу сказать за себя, что физически себя чувствую отлично. То, что касается овертайма, да, со стороны смотрелось, что мы выглядели намного посильнее, чем Акбарс. Наверное, это еще подламливает тот эмоциональный фон, когда при наличии моментов они не реализуются, и как-то это тоже влияет на эмоциональный фон команду внутри команды. Но как бы все все понимают, друг друга там подбатривают. У вас не смешает слабый результат против топ-команды? Вы знаете, вот лично мое, я не люблю проигрывать, и меня как бы чисто по-спортивному, есть такая спортивная злость, да, я не люблю проигрывать, но это идет подготовка к сезону, идет сейчас тем более у нас, так скажем, неоптимальный состав. Вот наигрывают там одни тройки, кто-то выбывает, кто-то молодых больше ребят подключает, их смотрит. Поэтому сейчас очень сложно говорить о том, что мы в каком-то там неоптимальной физической форме или что-то там в игровом плане. Это мы будем уже смотреть по окончанию чемпионата. Спасибо большое, Григорий. Коллеги, не отключайтесь, будут еще игроки от вас. Спасибо. Спасибо.